Абсолютно перестала уделять внимание питанию. Как говорится, забылось то, что я болела. Появились пищевые зависимости. У меня была зависимость на сахар, на майонез, на бутерброды. Я потолстела, но ничего не могла с этим поделать. И вскоре у меня разыгрался сильнейший приступ панкреатита. То есть несколько лет я вот в таком режиме жила. И, конечно, это дало вот такие печальные последствия. Я попала в больницу. Было просто вот ужасно. Это две недели я лежала под капельницей. Боли снять было невозможно. Я уже поклялась себе, что как только выйду, лишь бы только вылезти, я опять буду заниматься питанием. Вот при выписке гастроэнтеролог мне сказал, что пожизненно придётся пить ферменты, соблюдать строгую диету. Мне запретили есть там лук, чеснок, белокочанную капусту, помидоры. Вообще ассортимент такой был узкий. Я просто как нутрициолог, как диетолог, я смотрела, я понимала, что и так дефицит идёт в питании у нас всех витаминов, минералов. И если я ещё не буду есть такие ценные для здоровья продукты питания, конечно, что из меня получится? Будет только всё хуже и хуже. Есть без креона, это лекарственное такое средство, фермент. Из-за мучительной боли я вообще не могла. Прежде чем мне что-то поесть, мясо, например, мне приходилось выпивать вот эти таблетки, и только после этого я могла что-то съесть. Не представляете, они ведь тоже дорогие. Креон — это очень дорогое лекарство, когда ты не можешь себе 3-4 раза в день, ты кушаешь, и всё время нужно это пить. Ещё немного моя поджелудочная железа совсем перестала бы работать сама, потому что ферменты — это как костыль для поджелудочной железы. Чем больше ходишь на этих костылях, тем меньше ты разрабатываешь ногу. И здесь то же самое. Чем больше ты пьёшь ферменты, тем меньше работает твоя поджелудочная железа. И в конце концов она вообще атрофируется. Врачи родника здоровья помогли мне составить программу для восстановления поджелудочной железы с помощью функционального питания родника здоровья и оздоровительных продуктов. А в течение 6 месяцев я смогла избавиться от применения Креона. Представляете, гастроэнтеролог мне говорил, что я до конца жизни буду есть с ферментами, и на сегодня эта проблема для меня уже решена полностью. Это подтверждено на УЗИ. Вот основываясь на своих результатах, теперь я с уверенностью консультирую и веду пациентов. За это время в моей практике накопилось множество положительных результатов, даже при таких серьёзных заболеваниях, как болезни Бехтерева, бесплодие, мастопатия, онкология молочной железы, сахарный диабет и последствия инсультов, инфарктов. Воздоровление моих пациентов меня вдохновляет, потому что традиционная медицина при многих заболеваниях хронических, она говорит, нет, это невозможно, вылечить невозможно. Я говорю, вылечить невозможно лекарствами. Традиционная медицина невозможно. А вот восстановить, восстановить своё здоровье может организм. Наш с вами организм — это самовосстанавливающая и самоочищающая система. Она всегда придёт нам на помощь, если это не совсем какая-то критическая шестая, седьмая стадия зашлакованности организма, когда клетки уже умерли или разрушились вообще полностью, когда уже всё, терминальная стадия. Во всех остальных случаях реально организм может восстановить сам себя, сам себя почистить, сам себя восстановить. Только надо дать ему правильные продукты, нутриенты. Вот такие вот истории у меня были по моему здоровью. Очень много выздоровления моих пациентов. Я уже сказала, что это вдохновляет меня, даёт уверенность в правильности выбранной компании, выбранного мной пути. Я действительно могу на 200-300% помогать людям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!